Здравствуйте, мои дорогие подписчики, друзья, и кто просто мимо проходил, оставайтесь со мной. Добро пожаловать на канал Women in Salt, женщина и соль. Bonjour tout le monde. Bienvenue. Меня зовут Анжела, и сегодня мы с вами продолжаем тему французского менталитета. В прошлом видео я рассказывала вам об основных чертах французского менталитета. Это очень-очень важно. Сегодня будет интересная тема, и тоже важная, о возрасте, любви и семье. Вообще, сами французы не очень любят распространяться о своем менталитете, что это, хотят сохранять секрет. Пусть даже не надеются, мы их разберем по косточкам. Итак, возраст. Что с возрастом во Франции? А во Франции нет возраста. Французы всегда молоды. Они считают, что вот этот пожилой возраст начинает к ним приходить после 70 лет. Ну, вот от 70 до 80 лет может так получиться, что к тебе придет пожилой возраст. А до 70-ти-то ты молод. Эти французы. Они придумали термин «сеньора». Они сеньоры. Нет, они не пожилые люди. Они сеньоры. 60, под 60, 65. Они сеньоры. Они приближаются к пенсии, они выходят на пенсии. Они, наконец-то, могут получать от жизни массу удовольствия. А что? Как у нас? Дом построен, кредит выплачен, дети выросли. До свидания. Я свободен. Ну, а если в 70 они молоды, то что уж говорить о 40-летних, о 50-летних. Почти дети. И если девушка или парень не обзавелись семьей, не вступили в брак до 30-ти, до 35-ти лет, ох, никто им замечания делать не будет. И никто не будет бояться, что они уже больше не выйдут замуж. Любят и в 40, и в 50, и в 60 лет. И вообще французы считают, что одного и того же человека можно любить всю жизнь. Поэтому совершенно-совершенно нормально, что французы, они ищут партнёра для жизни, ну, если они одиноки, ищут работу, и в конце концов ищут себя всю жизнь. Да, всю жизнь никогда не поздно менять работу, если тебе остафидела прошлая работа. И никогда не поздно искать и находить себя в чём-нибудь другом. Например, у меня есть знакомая Маша, француженка. Ну, её зовут Мари, но я часто буду говорить русскими именами. А вот Маша в 57 лет вдруг подумала, что ей надоело сидеть на кассе в супермаркете. Поэтому она бросила всё и пошла учиться на секретаре-бухгалтера. Вот и всё. А ещё перед карантином, то есть где-то месяца два тому назад, к нам заехала знакомая, архитектор. Они, ну, мой муж работал с ней на разных объектах. Она работала в Париже. Архитектор в Париже, понимаете, это высокооплачиваемая, интересная работа. Да, нервная, но... Так вот, ей в 56 лет тоже всё это надоело. Она не хочет больше нервничать, не хочет больше никаких проблем. Хочет свободы, тишины и красоты. Поэтому она бросила нафиг работу в Париже. И уезжает жить в домике, который достался ей по наследству лет 15 назад от тётушки. Где-то под Тулузой. Она будет разбивать там пермакультурный сад и будет проводить занятия. Будет учить людей заниматься пермакультурой. Так, подождите. А я? А как же я? Она будет разбивать сад? Да, у меня уже есть пермакультурный огород. Нет, подождите. Я тоже могу организовать такие курсы. Проезжайте. Хорошо, скажите вы. Ну, если у французов нет возраста, и в 80 они только начинают стареть, что же они хотят жить вечно? Да, может, они и хотят. Но они же понимают, что это невозможно. Но вот жить как можно дольше, да, они хотят. И они делают для этого многое. Они ведут здоровый образ жизни. Вот здесь не то, что модно, а вообще принято заниматься здоровым образом жизни. Вот беречь природу. Уж если есть, то есть натуральные продукты. А если одеваться, то если купить шмотку, то это будет вещь из натуральной ткани. Чтобы тело дышало. Спортом тоже занимаются, двигаются для того, чтобы быть здоровыми. Но это не значит, что они будут там умирать и в спортивном зале. Нет. Так, немножко. Больше променады, ходьба, гимнастика. А, раз за два в неделю пойдут в гимнастические залы и будут заниматься гимнастикой. Так, знаете, раз, два, три. Ой-ой, вам это не сложно делать. Нет, нет, ну вот как-то так. Не-не-не-не, не перетруждаются, нет. Вообще я заметила одну интересную вещь в Москве. Женщины после 50 лет начинают как-то поднимать голову, начинают двигаться вот к свободе личности и начинают бороться со стереотипами. Это у нас первое поколение людей, которые продлевают свою молодость. И первое поколение женщин, которые взбунтовались против стереотипов. И это здорово. Теперь переходим к любви. Ладно, у этих французов нет возраста. А что с любовью? Франция, Париж, романтика. А любовь придумали французы, чтобы не платить денег. Мы же так говорим. Но это говорим мы, а сами французы. Знаете, что говорят? Кен донейм, он компет па. Я уже где-то произносила эту фразу. Когда мы любим, мы не считаем. И это очень похоже на правду. И здесь мы подходим к очень-очень тонкому пункту французского менталитета. Французы очень-очень долго и тяжело будут вам открываться. Они очень трудно идут на контакт. Нужно время и время для того, чтобы француз принял тебя в свою жизнь и, главное, в своем сердце. Но это не значит, что ты должен из кожи лезть, чтобы нравиться французу. Нет. Просто ты будь тем, кто ты есть. А вот французу нужно время, чтобы принять тебя. Да, он понимает, что ты прекрасный человек, что ты интересный человек, что, может быть, как-то, но, но, вот ему нужно время. И в дружбе то же самое. Чтобы стать другом француза, нужно время, время. И тут у меня есть особое мнение. Мне кажется, что вот со скрипом это все идет и так долго, потому что французы же, они для себя, они очень важны. То есть они считают, что каждый из них – это центр Вселенной, пуп Земли. А чтобы принять другого человека в своем сердце, это надо признать, что этот человек тоже целая Вселенная, что этот человек, он такой же, как ты, он тоже главный в своей жизни. И здесь, вот, поймите, что вопрос равенства, равенства людей, равенства полов очень важен во Франции. Все люди равны, женщины и мужчины. Хотя, хотя, женщинам все равно платят меньше. Так же, как с возрастом, знаете ли, конечно, люди переживают так, смотрят, расстраиваются, что появляются морщинки. Но это не мешает им оставаться молодыми. Так и тут. Ну, да, существует кое-где кто-то, кто платит секретарю женского рода меньше, чем секретарю мужского рода. Ну, они все равно равны, женщина и мужчина. И вот в отношениях, тем более, что главное в отношениях для французов? Ну, они сами говорят, что для них главное в отношениях это доверие, единомыслие и верность. Я тут вам должна сказать, что во Франции запрещены тесты ДНК. Да, на законном основании запрещены. Ну, может быть, если там судья принял решение, что нужен тест ДНК, может, его проведут. Ну, так-то ты не можешь просто пойти и проводить тест ДНК. Спрашиваю у мужа, ну, почему? Молчит, молчит. А уж, как я спросила еще сотый раз, сказал, сохраняют семьи. А как же верность? То есть, понимаете, да? То есть, с одной стороны, они очень ценят верность, но это им должны быть верными, что ли. В парах люди, вот, они соучастники. У них общие интересы. И в то же время каждый, он является личностью. И если спросить француза, что для него важнее в паре, быть соучастниками или быть личностью, то каждый француз, не знаю, как ответит, но подумает быть личностью. Individuality. А интересно, как ухаживают французы? Об этом давайте мы с вами поговорим в прямой трансляции. Ну, а теперь семья. Семья во Франции – это очень важно и ценно. И я вам такую вещь должна сказать, что отношение к семье во Франции очень сильно изменилось. Современность внесла свои коррективы. Французы же католики. И вообще, по сути своей, они такие, знаете, очень-очень семейные. Католики. Но вот современность революции, да и генерал Дегуэль, который симпатизировал коммунистам, они, конечно, это все привело к тому, что изменилось очень многое в отношениях французов к семейным узам. Семья важна, да. Родители важны, дети важны. Вообще-то родители так выросли, дали образование детям и до свидания. А не-не, со внуками, но так, знаете, в свое удовольствие на каникулы могут принять на недельку две внуков. Один раз в год, а может раз в два года. Не-не-не, бабушки с внуками не сидят так, чтобы… Есть, конечно, исключения. Но вообще-то нет. Нет-нет, люди живут, знаете, радуются жизни. Они сеньоры. Что вы? Брак. Да, в 20, в 18, в 20 лет молодежь хочет вступать в брак. А вот уже в 24, 30 лет уже не хотят. Иногда заключают пакс. Чтобы не жениться, французы придумали пакс. Идешь в мэрию и там ставишь подпись, что ты в паксе. Получаешь какие-то там послабления по налогам. Но зато и разводиться можно очень быстро. А вот если ты в браке, даже если оба согласны, сначала надо идти задекларировать, что вот эти хотят разводиться. А тогда, вот от этого момента, годы они должны жить отдельно. И через год отдельного проживания они опять идут. И только тогда они подают заявление на развод. Ох, если разведутся. Ой, вот это тоже случай. Как итальянцы, французы могут остаться без штанов после разводов. Детей, детей обожают. Особенно девочек папаши любят. Вот не зря говорят, что французы сумасшедшие папаши. Вот все для детей. Вот имейте в виду, что все для детей. Может быть нам это трудно понять. Но если учитывать, что каждый из нас вселенная. И если он сумасшедший папаша, а я отдельная вселенная, то знаете, мне как-то, ну, как-то все равно, что там другая вселенная делает со своими планетами. Но главное, чтобы меня не трогала. В 2018 году во Франции 58% детей, рожденных в этом году, в том году, родились вне брака. То это тут нормально. Ну и что, что люди не расписаны. А то, что они распишутся, а через год разведутся. А это вот, ну, расписались, не расписались. Детей родили, живут себе и радуются. Вот такое вот отношение к браку. Вроде как семья важна, да, но жениться не обязательно. Равенство полов, равенство партнеров. Конечно, принято, чтобы женщина работала. Раньше было так и принято. Но современная французская семья – это муж и жена, оба работают, оба вносят финансовую лепту в бюджет семьи. Вообще принято так считать, что где-то 80% дохода идет на нужды семьи. Но обязательно остается часть личного дохода, которая неконтролируема и не подвластна второму партнеру. То есть ты можешь делать с этими деньгами все, что ты захочешь. Как они ведут себя в ресторанах, кто там платит. Мне кажется, они не считаются как-то с этим. Кто хочет, тот и платит. Пожалуй, вот это основные моменты французского менталитета в том, что касается возраста, любви и семьи. И очень многое остается за кадром, потому что тема, конечно, обширная. Соберите свои вопросы и жду вас на прямую трансляцию. Подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. Спасибо, что были со мной. Будьте здоровыми и счастливыми. До новых встреч. Ари-вуэр.